Всем привет с вами Луна. В этом уроке я покажу как сделать серьги с морошкой на немного стилизованных золотистых листьях. Так для начала мы берем зеленую полимерную глину разминаем ее и раскатываем в пласт толщиной примерно 2 миллиметра. Далее я буду использовать бумажный шаблончик для того чтобы вырезать два одинаковых листочка. Размер моего шаблончика примерно 2,5 сантиметра шириной. Я вырезаю листик по контуре шаблона при помощи макетного ножа. Аналогично я вырезала и второй лист. Теперь ножом по краю листиков делайте небольшие насечки, такие углубления. У одного листа и у второго. Итак мы сделали ножички и теперь каждый листик нужно расплющить по самому краю, чтобы именно края листов стали более тоненькими, чем его середина. Чтобы придать фактуру я буду использовать силиконовый молд с оттиском листа клубники. Если у вас нет такого молда, можно использовать любой другой более-менее подходящий молд или нарисовать прожилки при помощи иголочки. Вот такой получился оттиск. Теперь листик нужно немножко согнуть по бокам посередине, чтобы он смотрелся более реалистичным. Дальше нам понадобится два бижутерных колечка диаметром 5-6 мм. Катаем небольшую колбаску с зеленой глиной и расплющиваем ее. Ширина колбаски примерно 2-3 мм. Отрезаем от нее два небольших кусочка. Выкладываем колечко вверху листика, там где будут крепиться швензы. Слегка придавливаем. И накрываем отрезком от колбаски. Придавливаем отрезок вверху над колечком и снизу. То есть чтобы колечко зафиксировалось на листике и не двигалось. Сглаживаем ее ровно со зубочисткой. Дальше нам понадобится полимерная глина желтого полупрозрачного цвета. Из нее мы будем делать ягодки-морошки. Отлавляем небольшой кусочек и разминаем его. Далее катаем из нее колбаску диаметром около 3 мм. И разрезаем на кусочки. Некоторые можно делать больше, некоторые можно делать поменьше. Теперь из каждого кусочка мы катаем шарики. Далее берем один шарик диаметром 5 мм и насаживаем его на кончик зубочистки. Сверху прилепляем 3 шарика и дальше влепляем остальными шариками, размещая их плотно друг к другу, чтобы не было зазоров. Для одной ягодки достаточно использовать 10-13 шариков. Ягодка должна получиться диаметром 1 см или немножко больше. Желательно собирать ягодки в перчатках или на пальчниках, чтобы не было на их поверхности отпечатков пальцев. Можно ягодку немножко сдавить по бокам, чтобы шарики слегка сплющились. Сделали точно такую же еще одну ягодку для второй середины. И теперь нужно сделать еще 2 маленьких ягодки. Примерно по 7 шариков на каждую. Итак, ягодки сделали, дальше мы будем их тонировать. Для этого я использую оранжевую постель, можно использовать красную. Крошим постель при помощи ножа и мягкой кисточкой наносим ее в некоторых местах ягодки. Вставляем зубочистки с ягодками в фольгу и тонируем остальные. Итак, ягодки готовы, теперь будем делать чашелистики. Для этого я использую белую глину и смешиваю ее с маленьким кусочком зеленой глины. Дальше наношу на эту глину оранжевую постель и продолжаю смешивать, чтобы получился цвет похожий на цвет настоящих чашелистиков мороженых. Если оттенок получается слишком зеленым или голубоватым, можно добавить кусочек желтой глины. Итак, я получила необходимый мне оттенок. Теперь из этой глины я катаю колбаску диаметром примерно 2 мм. И разрезаю ее на кусочки. Нам нужно 5 кусочков для каждой ягодки. Длина кусочков миллиметра 3. К каждому кусочку я придаю форму капельки. Кладу капельку на бумагу, накрываю вторым листом бумаги и придавливаю твердым предметом. Получается вот такой листик. Снимаем его при помощи ножа с бумаги и аналогично формируем все остальные листики. Кладем листик на ладонь и прокладываем его инструментом с шариком, чтобы сделать вогнутым. Далее осторожно держим ягодку руками и при помощи стека приклеиваем к ее верхней части 5 листиков на одинаковом растении друг от друга, чтобы получился чашелистик. Главное не сдавливать ягодку, чтобы она не деформировалась. Таким способом делаем чашелистики у крупных ягод и у более маленьких. Чтобы сделать тычинки я беру небольшой кусочек прозрачной полимерной глины. Разминаю его, добавляю в него совсем немножко белой непрозрачной глины и смешиваю. Далее из этой глины я раскатываю тоненькую колбаску и разрезаю ее на маленькие кусочки. Каждый кусочек катаю по рабочей поверхности, чтобы получилась тоненькая-тоненькая колбаска. Далее эти колбаски я разрезаю пополам. Насаживаю на кончик зубочистки шарик прозрачной глины и прилепляю к нему отрезки колбасок острыми кончиками вверх, чтобы получился пучок тычинок. Таким способом нужно сделать пучинки для двух цветочков. Далее я беру белую непрозрачную глину, катаю колбаску диаметром 3 мм и разрезаю на одинаковые кусочки. Нам понадобится 5 кусочков для каждого цветка, то есть 10 кусочков. Передаю им форму шариков. Беру шарик, слегка сплющиваю его. Один кончик защипываю, чтобы сделать более тонким. Второй кончик оставляю круглым и расплющиваю, чтобы получился вот такой лепесток на ножке. Таким способом я формирую все лепестки. Лепесток кладу на основание большого пальца и прижимаю второй рукой, чтобы оставить своеобразные прожилки. Я сделаю прожилки на каждом листе лепестке. Дальше кладу лепесток на губку и надавливаю сверху инструментом с шариком, чтобы сделать немножко вогнутым. Аналогично обрабатываю каждый лепесточек. Теперь беру один лепесток, еще раз сжимаю его ножку, чтобы сделать более тонкой и прилепляю снизу к тычинкам. Рядом прилепляю второй лепесток и остальные, чтобы получился цветочек из 5 лепестков. Затем я снимаю цветочек зубочистки, катаю его снизу между пальцами, чтобы утончить кончик. И делаю второй цветок, затем срезаю лишние хвостики сзади. Я беру наш листочек и те места, где будут располагаться ягоды и цветочек, я смазываю жидкой полимерной глиной. Далее я укладываю цветок там, где он должен быть и придаливаю его зубочисткой к листику, придаливаю его к хвостику. Далее осторожно размещаю более крупную ягодку сбоку и снизу я помещаю маленькую ягодку. Поправляю, расправляю чашелистики и точно так же укладываю все элементы на вторую синьку. Дальше мы запекаем изделие по инструкции к вашей полимерной глине. Затем я смачиваю спиртом вату и хорошенько протираю ягоды и листики с двух сторон, чтобы обезжирить их поверхность. Затем я беру акриловую краску золотого цвета, набираю немножко на кисть и полусухой кистью окрашиваю края листика с внешней стороны. Затем я окрашиваю края и выпуклые прожилки с задней стороны листиков. Акриловой краской желтого цвета я окрашиваю кончики тычинок цветов. Далее я покрываю глянцевым лаком ягоды и листики с внешней и с внутренней стороны. Чашелистики и цветы я не лакирую. Когда лак высохнет я беру швензу и немножко раскрываю ее петельку. Зацепляю за колечко верху листика и зажимаю швензу. Сеньги готовы. Получилось не просто интересное, но еще и аппетитное украшение. Аморожка чем-то напоминает янтарь благодаря использованию полупрозрачной желтой глины. Золотистые блики на листьях красиво переливаются на солнце. Желаю вам успехов в творчестве и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok